Приветствую! Сегодня поговорим о шведской самоходной артиллерийской установке Archer. Ее называют лучшей в мире. Она отличается высоким качеством, высокой скоростью стрельбы и высокой точностью. Установка может быстро приехать на позицию, произвести огонь и мгновенно уехать, не ожидая ответа от врага. Это делает ее незаменимой в условиях современной войны. Ее история началась в 1995 году. Тогда было принято решение о разработке самоходной установки. За основу была взята шведская гаубица FH-77B. Единственной доработкой стало увеличение длины ствола до 52 калибра. Шасси для самоходной артиллерийской установки выбрали колесные. Такие самоходки быстрее ездят, дольше служат и проще в ремонте. Компания разработчиком была выбрана Bofors, которая в 2000 году пошла в состав британской оружейной корпорации BAE Systems. Первый прототип разработали в 2003 году. В 2008 году шведское правительство подписало контракт на поставку 24 систем. Поставки начались в сентябре 2013 года. На сегодняшний день гаубица Archer состоит на вооружении только в армии Швеции. Отличительной особенностью гаубицы является полная автоматизация заряжания гаубиц и как следствие сокращение расчета орудия до 3-4 человек. Основной задачей Archer является огневая поддержка при проведении военной операции. Целями Archer является уничтожение живой силы артиллерийских батарей ZOTO, а также обеспечение проходов в минных полях и полевых заграждениях. Гаубица создана на базе шасси Volvo A30D 6х6. Установка отличается высокой проходимостью, ведь она разработана специально для скандинавского субарктического климата и может передвигаться по снегу глубиной в метр. Также может применяться грузовик Rain Metal H2 8х8 для экспортных версий, а в США используют грузовик 10х10 Ошкош. Двигатель Volvo мощностью 340 л.с. обеспечивает максимальную скорость 90 км в час. Машина может преодолевать стену высотой до полумеры и ров длиной 90 сантиметров. Арчер может преодолевать водную преграду глубиной до 1 метра и 20 сантиметров. Артиллерийская часть представлена 155-мм гаубицей FH-77B. При транспортировке ствол частично прячется в боевой модуль. Дополнительное вооружение – дистанционно управляемая система LEMUR с пулеметом 12,7 мм и системой дымовых гранат. Арчер совместим со всеми типами артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. Используются следующие боеприпасы. Осколочно-фугасный снаряд с дальностью стрельбы 30 км. Активно-реактивный снаряд HEER с дальностью стрельбы 40 км. Самоприцеливающие боевые элементы – бонус с дальностью стрельбы 35 км. Артиллерийский управляемый снаряд Excalibur с дальностью стрельбы 60 км. Кстати, ранее мы делали обзор на этот снаряд. Посмотреть его можно на нашем канале или по ссылке в подсказке сверху. Арчер несет боезапас 21 полный выстреб, который может быть выпущен в течение двух с половиной минут из полностью автоматических магазинов, которые находятся в башне. Система управления огнем включает в себя Бортовой баллистический вычислитель, который обеспечивает автономную работу. Бортовую автоматизированную систему управления боеприпасами. Автоматическую установку электронного взрывателя. Открыты архитектурные интерфейсы для системы управления полем боев. Инерциальную навигацию с поддержкой GPS, которая обеспечивает применение высокоточных боеприпасов. Система управления обеспечивает многократное одновременное поражение цели. Это такой режим ведения артиллерийского огня, суть которого заключается в стрельбе несколькими снарядами последовательно. Таким образом, что все снаряды попадают в цель одновременно или с очень небольшими промежутками по времени. При таком способе обстрела достигается наибольший эффект поражения живой силы, поскольку у противника не остается времени на то, чтобы укрыться в окопах, блиндажах или дзотах. Опыт ведения боевых действий показывает, что основной урон наносят именно первые снаряды. Арчеру требуется менее 30 секунд с того момента, как операторы получают сигнал к стрельбе, чтобы остановить машину, занять позицию для действий и произвести выстрел. После завершения миссии им понадобится также 30 секунд для свертывания и начала движения. Закрытая кабина экипажа имеет легкое бронирование, обеспечивающее защиту расчета от оружия массового поражения, обстрела стрелковым оружием и осколков боеприпасов. Также кабина защищена от химического поражения. Днище САУ может выдержать подрыв до 6 килограммов взрывчатого вещества. Благодаря компьютеризированной системе управления огнем и наводке, зарядка и стрельба производятся дистанционно. Колеса имеют двойную конструкцию. Под внешней покрышкой находятся дополнительные колеса меньшего размера. Это позволяет двигаться даже при всех пробитых колесах. Операторы управляют всей системой и с безопасной бронированной кабиной. Кабина предполагает рабочее пространство для четырех человек, но для работы огневой системы требуется только один оператор. Стандартный экипаж Арчера состоит из командира САУ, оператора орудия и водителя САУ. Арчер может перевозиться с самолетами типа С-17, Globemaster и Airbus A400M Atlas. Стоимость одной единицы Арчера 4,5 миллиона долларов. Для сравнения стоимость других самоходных артиллерийских установок. М109 Paladin США 14 миллионов долларов. Краб Польши 11 миллионов 460 тысяч долларов. Сюзанна 2 Словакия 5 миллионов 960 тысяч долларов. Цезарь Франция 5 миллионов 300 тысяч долларов. Панцер Хаубица 2000 Германия 4,5 миллиона долларов. Преимущества Полная автоматизация работы Гаубицы позволяет достигать рекордной эффективности в контрбатарейной борьбе. Наличие автоматической перезарядки боекомплекта на 21 выстрел. Управление огнем осуществляет только один человек из кабины Гаубицы. Захват подвижных и неподвижных целей. Всепогодность и способность работать ночью. Высокая проходимость. Недостатки. Большой вес Гаубицы. Ограниченный боекомплект не позволяет вести долговременный бой. Конструкция артиллерийской системы и ограниченное количество персонала не позволяет ремонтировать Гаубицы в полевых условиях. Тактико-технические характеристики. Вес 33 тонны. Длина 14 метров и 10 сантиметров. Высота до 4 метров. Ширина 3 метра. Максимальная скорость до 90 километров в час. Запас хода 500 километров. Экипаж 3 человека. Время развертывания менее 30 секунд. Время свертывания менее 30 секунд. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь этот ролик был полезным и интересным для вас. Смотрите другие видео нашего канала, а также подписывайтесь на нас. Смотрите другие видео. Продолжение следует...